Накрашусь в твои косметики. Сейчас переоденусь в твою одежду. Ты ненормальная. Три палетки! Четыре палетки, Полина! Полина набрала настолько много, что даже не вышла в один чек это все дело. Кариночка, сходим сейчас в лаж и потратим и там 10 тысяч. Что? Так, 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 так. Полина, у меня на этот раз для тебя подготовлены, конечно, не боксы. Но ты не против, если я сейчас буду снимать видос? Карин, я еще сонная, я страшная. Можно меня предупреждать? Я предупреждала, по крайней мере, вчера тебе намекала, что у меня планируются сегодня съемки, но не сказала с кем. Вот она. Прекрасная персона, доброе утро. В общем, у тебя есть догадки, какой видос мы сегодня с тобой снимаем? Вообще нет, если не боксы, ты врываешься, какой-нибудь пранк? Нет, пранк нет, пранки я не снимаю, врываясь к тебе в комнату с камерой. Еще догадки? Их нет. 24 часа, говорю своей сестре, только да. Ты мне говоришь? Да. Только да? Да. Только да. Я скажу, что угодно получается могу сказать. Да. Я не могу сказать нет, поэтому да. Полина, а давай мы с тобой позавтракаем в Макдональдс. Блин. Чтобы вы понимали, ребят, ребенок требует Макдональдс уже на протяжении недели, а я со своим правильным питанием говорю, Полин, пожалуйста, не нужно меня заставлять смотреть на вот это все дело. Как бы провоцировать меня на срывы во время диеты. А тут ребенок как бы понял фишку походу, да, и такая, давай закажем с тобой Макдональдс. Прекрасно, Полин, чудесная идея. Ну, так как я сегодня не могу говорить Полине нет, и мы снимаем этот чудеснейший челлендж, поэтому я думаю, что в принципе мы можем прямо сейчас... А ты не завтракала? Нет. ...заказать Макдональдс. Окей, опять же, это будет очень странно, потому что мама-то так-то у нас тоже против, чтобы ты это все дело ела, но... Хорошо, мы сейчас закажем завтрак, а потом уже решим, я так понимаю, да? Ну, ты можешь, Полин, просить все, что ты захочешь. Сегодня день свободный и у тебя, я так понимаю, у тебя нету планов. Так что... Понимаю, я накрашусь твоей косметикой. Погнали. Ну что, Полина выбрала у нас вот такой вот роял-сет, я так понимаю, Полина у нас хочет съесть два бургера или поделиться с семьей? Нет, это для тебя, Кариночка. Я не буду есть, сто процентов, потому что я худею. Ну, тут мы выбираем, естественно, соусы. Готово. Доставка у нас будет к 11 часам 52 минутам. Ждем. Ну, а сейчас, ребят, мы резко оказались у Карининого туалетного столика, и я накрашусь ее косметикой. Ты ведь, Карин, не против? Я не против, только, Полин, не бери, пожалуйста, те продукты, которые я тебе не разрешала. А, Карин, а в чем смысл тогда? Ну, так-то да, ты права, поэтому окей, так как я тебе сегодня постоянно на протяжении дня должна говорить да. Да, Полина, ты можешь сесть за мой столик и выбрать все, что тебе нравится. Тут, как вы видите, ребят, я буквально недавно прибралась, поменяла местами там и свою косметику. У меня тут чистота, красота, поэтому, Полька... Ну, Карина, не будет у тебя чистоты. Почему? Догадай, сестря, крас. У тебя младшая сестра пришла краситься. Тут, как вы видите, ребятки, у меня всякие масочки, кремики, все, чего только душа не пожелает. Так, ребята, ну я уже понимаю примерно, что я буду делать в ближайшие полчаса. Пожелайте ребенку удачи, короче. О, ребенок увидел Диор. Так подкралась, типа. В общем, все с тобой понятно, ребят, увидите итог. Ну, ребята, я уже сделала тени Диор, которых вообще практически не видно, потому что я не люблю яркий макияж. Сейчас я сделаю тушь, я исчешу крови и, в принципе, все. Мейкапер Полина Аракеля. Сейчас я вам покажу, как правильно класятся. В общем, красотка. Ну, а пока Полинка у нас заканчивает свой мейкап, я хочу... Сейчас переоденусь в твою одежду. Ребят, я только что хотела сказать, что мне пора переодеться. Полина, видимо, читает мои мысли. Я, кстати, вчера прибралась. Все, ребенок у нас чуть-чуть начинает наглеить. Такая открыла мой шкаф, выбирает, что надеть. Ты не против? Ну, я не против, естественно. Я же тебе говорю, да. Так что, да. Я вот тут замечаю всякие брендовые одежды, всякие шанели, валенсиага и так далее. И я вот думаю, это все не сравнится с твоим мерчем, который я сейчас и одену. У тебя в гардеробе-то в курсе, что есть точно такой же? Может, свой возьмешь, потому что я хотела тоже надеть? А этот размер побольше. А ты мой бери. Я твой хочу. В общем, Полина выбрала мое худи, которое сейчас будет надевать. Ну, а я, ребятки, повыпендриваюсь и покажу вам, какую уборку я вчера сделала. Я прибралась в шкафу. Тут у меня сейчас такая более теплая верхняя одежда, которую я надеваю обычно под куртку. Тут практически все мои сумки такие вот красивенькие. Ну, и точно так же у меня далее в шкафу все мои вещи разложены. Тут Полина с дачи вчера швырнула свою сумку. Ну, и тут тоже худоки и тоже верхняя одежда, в основном на лето. Ну, и тоже худи. А сейчас предлагаю вам посмотреть на меня. Какая я красотка в пижамных штанах домашних и вот такой вот красивый худи. Сейчас Полиночка у нас будет кушать Макдональдс, поэтому... Точно! Да, Макдональдс только в белом худи кушать, Полин. Умничка! Ну, может, тогда... Нет, это будет челлендж. Сожри Макдональдс в белом худи. Да, и замарай Карине на одежду. Сама такой челлендж устроила. Мне бы, конечно, тоже хотелось покушать Макдональдс, но, к сожалению, я этого сделать не смогу, поэтому мне тоже надо будет переодеться, потому что Полина уже тоже куда-то собралась, но так и не сообщила, куда. Знаешь, куда? Мы едем с тобой на шопинг. О чем я вам говорила, ребят, в начале? Скажи спасибо, что не в ЦУМ. Слава богу, я уж было подумала, реально в ЦУМ. У тебя еще есть время передумать. Нет, нету времени передумать. Все, поздняк метаться. В общем, я так понимаю, мы с тобой едем куда? В водопарк. В торговый центр. Да. Но перед этим нам нужно переодеться и покушать. Ребята, я переоделась. Худем, мы сейчас идем. Ааа, курьер пришел! Мила, как обычно, на нервиках. Здрасте. Спасибо. Идем на кухню. Ммм, ребята. Счастливый ребенок начал кушать. Ну, понятное дело, что ты не съешь два бургера, это просто мы ему показываем, что ребенок заказал. С голодухи прекрасный завтрак. Я считаю, что это мечта любого человека. Еще бы не поправляться с этого, было бы вообще прекрасно. Так что, пожелайте нам приятного аппетита. А я кушаю вот эту прекрасную гречку, тушеную вместе с морковкой и луком. Так что, пожелайте приятного аппетита. Еще раз, и мы отправляемся в торговый центр. Блин. Мы тем временем покушали и выдвигаемся. Кстати, Полина еще взяла мою сумку. Да. А еще Хариночка сейчас закажет такси Ultima. Да. В смысле Ultima? То есть тебя уже бизнес не устраивает? Да, нужна Ultima. Окей, хорошо. Кстати, вот с этим худи, ребят, которое вы можете заказать по свайпу вверх, перейдя по ссылочке в описании, зайдя на мой сайт с моей коллекцией одежды. Там еще есть два худи и две футболки. Можно сочетать вообще по-разному. Полина сейчас наденет офигенную обувь с моей сумкой. Это выглядит очень круто. Капец. А мне нужно заказать Ultima. Ты понимаешь, что я сейчас все деньги тупо на такси потрачу? Ой, да он стоит тысячи три. Ага, майбах. Полин, иди-ка, ты знаешь куда? Окей, заказываю. Иду. Прямо сейчас мы выдвигаемся. Ура, 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 ура. Мы, кстати, с Полинкой в джорданах, как вы могли заметить. Джорданы. 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 Ну что, мы наконец-то приехали в торговый центр. И куда же ты, Полина, меня повидел же первым делом? Я решила, что первым делом мы сходим в авиапарк, купим вкусняшек домой. А, ну они же у тебя недавно как раз и закончились. Окей, погнали. 24 часа, говорю, да, сестре, я уже пожалела, если честно. Ну а пока мы с Полиной поднимаемся, расскажу вам угарную историю. Недавно мой молодой человек знакомился с моими родителями. С Полиной он, как оказалось, был знаком. Да. Ну, быстрее Карина знакомилась. Ну и в честь гостеприимства именно для Полины он купил огромный пакет со сладостями. И этот пакет Полина оставила на даче, потому что брала сладости на Новый год. И теперь, кажется, я поняла, зачем мы идем именно в продуктовый магазин и за какими конкретно сладостями. И еще никогда не могла подумать, что в моей жизни так резко все поменяется, так появится быстрая мотивация. Я вам в инстаграме, если что, рассказывала о периоде в моей жизни, когда у меня были истерики, панические атаки. Но не будем о грустном, можете просто перейти в мой инстаграм и посмотреть, я оставила актуально. Полина, зачем нам такая огромная тележка? Она нам понадобится. Понадобится? Меня это уже пугает. Полина! Полина! Ты ненормальная? Ребят, ребенок сошел с ума. Реально сошел с ума. Ты ненормальная. Все, идем на кассу. Ну что, мы накупили сладостей. Огромный, просто капец какой огромный пакет. Но Полине придется сегодня весь день. Я так понимаю, мы будем весь день в торговом центре? Окей. Полине придется, ну и мне, соответственно, таскать пакеты. Ты придумала, куда дальше мы пойдем? Мы сейчас с тобой, Карина, идем в Литуаль за косметикой. Блин! Окей, мы отправляемся за косметикой. А тебе вообще не кажется, что у нас ее достаточно? Нет, не кажется. Окей, мы идем покупать косметику. Я говорю тебе да. Прямо сейчас мы стоим у Литуаля. И у меня для Полины новость, которая буквально только что мне пришла в голову. У тебя на шопинг в Литуале будет 5 минут. По секундомеру. И ты еще должна успеть взять корзину и выбрать все то, что тебе нужно. Давай. Давай. Я не поняла, что ты радуешься-то? А я за 5 минут успею. Ты успеешь за 5 минут? Мне лично, чтобы купить косметику, нужно минимум полчаса. Это капец. Ты реально успеешь? Ну, наберу всего. Может, ты к ней косметику, может, что-то ухозовое. Наберу просто в корзину. Давай. Давай, время пошло. Мыло? Зачем тебе мыло? Полина, куда так много? Стой. Так, единороги. Стой, Полина. Сейчас купят весь просто Литуаль. Я не знаю, что это. Минута прошла. Тканевые маски. Не надо так много. Куда она бежит, ребят, я не понимаю. Крема. Ага. Еще единороги. Ты же там была уже у стенда. Ребят, мне кажется, она уже раз 10 оббежала весь магазин. Ааа, что это? Полина. Ребят, она скупает просто все. Полина, у тебя осталось 2 минуты. Полина, у тебя минута 30 секунд. Палетка. Ну как же без палеток от соды, конечно. Три палетки. Четыре палетки, Полина. Ой, это тестер. Это тестер, да. Полина, зачем так в ночь? Поднимай. Пошли. Полина, у тебя 30 секунд. Беги на кассу быстрее. Молодец, ты успела. Полная корзина. Здравствуйте. Скажите, вам просто посчитать? Да, 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 реально посчитать. Покупаем. А, ну вы покупаете, да? Полина набрала настолько много, что даже не вышла в один чек это все дело. Полин, зачем я на это согласилась? Семь 500. Все, я больше с тобой не хожу по магазинам. Никогда. Карина, ну я не знала, что будет так дорого. Господи, ребят, я только что потратила 8 тысяч на рандомно выбранные товары. Идет счастливый ребенок, который хрен пойми, что купил, и будет смотреть дома, что же он купил. Я просто в шоке. Ну что, Полин, ты меня измучила, конечно, конкретно. Кариночка, сходим сейчас в лажь и потратим и там 10 тысяч. Что? Ты издеваешься надо мной? Ладно, я шучу. Я хочу скраб и желе для душа. Это не так уж дорого. Окей, погнали. Ребят, у нас просто дома слишком много бомбочек для ванны от Лэш. И мы решили, что больше не будем покупать, потому что нам столько не хватит ванны, сколько у нас бомбочек. Да, и к тому же недавно я была в магазине, о чем Полина и говорит, и купила тупо 30 бомбочек. Весь просто лажь. Я тупо скупила. Сказала мне весь ваш ассортимент, пожалуйста. У меня теперь ящик не закрывается тупо дома. Это капец. Это капец, это капец, это капец. У нас штук 50 этих бомбочек. А сейчас, Кариночка и ребятушки, мы идем в Бершку. Полин, я уже не могу это все тащить. Ладно, Полина, мне помню. Куда мы идем? В Бершку. В Бершку? Зачем? С одеждой. Я не хочу больше снимать этот челлендж. Не хочу, ребят, пожалуйста. Мне кажется, если бы мы поехали в ЦУМ, мы бы меньше потратили. Согласна. Зря я, конечно, предложила эту идею с Литуаль, потому что я могла потратить гораздо меньше денег, но потратила в итоге 8 тысяч. Охренеть. Дожило мне целых 5 минут. Но, ребятки, в моем инстаграме, Ник вы сейчас видите на своих экранах, мы покажем, что же все-таки Полина взяла. Я прям создам отдельное, актуальное и покажу вам, что Полина в попыхах успела купить в Литуале. А там очень много всего, поэтому подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на экранах. И моя коллекция, кстати, тоже по свайпу вверх. А мы идем покупать Полине новые шмоны. Хотела сказать, бедный ребенок тащит тяжелое, но, видимо, он вообще не бедный. 10 тысяч в пакете тащит. Привет, ты не бедный. Привет. Можно что-то послать? Давай. Понравилась кофта? Да. Покажи ее зрителям. Да, прикольная. Пойдем на кассу. Отказывать я не могу сегодня. Полин, я надеюсь, что ты сегодня меня просто не расстранжиришь, хотя, в принципе, это уже и произошло. Ничего не нормально, ты издеваешься? Может быть, мы с тобой еще в ЦУМ сегодня поедем? Нормальное настроение. Я не против. А, там касса сзади. Спасибо. Все, Полин, я обиделась. Твоя душенька довольна? Карин, я очень довольна, но мне тебя очень жалко. Я такой человек, что я не могу, типа, я, если сильно понаглею, как сейчас, я не могу вот прям радоваться жизни. Чего? Давай с тобой отдохнем и сходим в кино, и все. Окей, это мне уже нравится. Мне жалко тебя стало. Пойдем с тобой на мультик, как раз недавно вышел какой-то там, не помню. Да, пошли. Ну, я уверена, сейчас Полина обнаглеет и возьмет себе пожрать в кино гораздо больше. А, у нас же есть сладости. Кариночка, ну эти сладости мы домой купили. Купим самый огромный попкорн. Понятно. Молодой человек, а нормально, что соединение уже минут пять? Потому что карт меня не принимают. Вообще? Вообще. Почему? Прямо потому, что у нас с интернетом проблема, там, на станции какая-то авария. Там? Везде. Везде? Да, на станции какая-то авария, даже на телефонах старается работать. Все, я поняла. Ну что, ребят, с кино нас обломали, объясняю, почему у них не работает там какая-то связь и невозможно оплатить билеты картой. Поэтому я не знаю, что мы сейчас будем делать, Полин, ты как считаешь? Давай, Калина, смотри, мы сейчас погуляем, поснимаем тиктоки и поедем домой смотреть кино дома. Устроим, так сказать, домашний релакс. Я предлагаю тогда согласиться с Полиной, ребятки, мы сейчас погуляем, может быть, сходим покушать и поедем домой, рассмотрим все товары, которые вы сможете посмотреть у меня в инстаграме, снимем в инстаграм распаковочку, включим фильмы, ну и Полина устроит себе релакс со всякими штучками, которые я ей сегодня купила. Да? Да. Погнали. Ну что же, дорогие, у нас тут куча пакетов на кровати, мы сейчас будем снимать обзор в мой инстаграм, что же все-таки Полина успела там нахватать за 5 минут в магазине Литуаль. Поэтому ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь. Ну а сейчас я буду устраивать тебе релакс, и Карина мне никогда не разрешала растворять по две бомбочки сразу в ванной, поэтому сейчас я растворю сразу две. Блин! Я вам как раз говорила вместе с Полькой, что я купила очень много бомбочек, но раз я сегодня не имею права говорить нет или не знаю, поэтому, дорогая моя, растворяй хоть три. Полина хотела устроить тебе релакс, сейчас возьмет и растворит несколько бомбочек от Лаш. Поэтому, дорогие, погнали. Ребята, я уже переоделась в пижаму, и сейчас буду устраивать себе настоящий релакс, сейчас набирается ванна, а вы пока под музыку посмотрите, как я скрабирую лицо и наношу маску для лица. Погнали! И, ребята, сейчас я достаю рандомные бомбочки из Лаш. Давайте возьмем вот эти, которые стоят рядышком. Я очень надеюсь, что они будут коричневого цвета и они подходят по оттенкам. Первая вот такая вот у нас розовенькая синяя. Интрагалактика голубенькая. Вторая беленькая с розовеньким. Красивая. Давай, растворяй. Я возьму бомбочки сразу в две руки, чтобы растворить одновременно. Вау, просто с ума сойти. Это очень круто. Вот это я понимаю. Слушай, может, всегда по две бомбочки растворять? А эта бомбочка, ребят, слышите, там хлопушки. Крутяк. Я довольна, ребят. Ну, естественно, ты довольна после такого денечка. Еще сейчас себе релакс устроишь. Дорогие наши, на улице уже темно. И мы вам хотим сказать огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. Так как сутки не закончены, я продолжу говорить Полине да, но продолжение и его вкладки актуальных вы сможете посмотреть у меня в инстаграме. Ник вы видите сейчас на своих экранах. Мы с Полиной устраиваем релакс вечер. Я сейчас тоже пойду с мою косметику растворю уже не две, а три бомбочки. Это вы сможете посмотреть у меня в тиктоке. У Полины еще мокрая голова. Отдохнула? Да, отдохнула. Ребят, ну мне очень понравилось это видео. Сниматься в нем мне очень понравилось. Еще бы. Короче, спасибо вам большое за просмотр. Если хотите еще видео какое-нибудь на такую тематику, то обязательно напишите об этом ниже в комментариях. Всем пока-пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok